Самура Клана Пылающего Клинка Жаждущий отомстить за уничтожение клана И искупить свою вину Получил реворк Ему уменьшили базовый урон от автоатак на 8 единиц Но подняли урон зеркальным копиям на 2 единицы Также уменьшили кд копий на 4 секунды Правда время их существования тоже уменьшили С 18 до 8 секунд Зато теперь время существования копий Увеличивается на 1 секунду За каждую автоатаку по герою копии Или самим Самура Что несомненно плюс сражений против героев Так как копии не исчезнут Если их не уничтожить Пока они или Самура наносят урон героям Но вот то, что теперь появилась разница Между кд и существованием копий Аж в 6 секунд Сильно сказалось на возможности Взятия бойцовских лагерей Танец ветра отныне дарует легкий сустейн Пока активная способность Самура регенит 1% от максимального запаса здоровья в секунду Это позволит мастеру Клинка Меньше отступать на базу по ходу всей игры И чуть меньше зависеть от хилеров А при наличии аббатура в команде Можно и вовсе забыть путь на базу Ради восстановления здоровья Приятно уменьшили кд проекции Аж на 11 секунд Что несомненно Позволит чаще создавать напряжение На поле боя уже на ранней стадии игры А также и на протяжении всего матча Если твой стиль игры Не подразумевает выбора Мастера Иллюзий на 10 Теперь переходим к талантам Переработали путь Клинка на первом Ослабили уменьшение кинетической брони на 5 единиц Но теперь эффект суммируется до 3 раз А эффект ослабления теперь длится на 0,25 секунды дольше Плюс ко всему этому копии теперь также могут ослаблять кинетическую броню По итогу талант стал сильнее И компенсирует нерв базового урона Самура Главное не забывать перед активацией копии указать цель атаки Путь ветра более не уменьшает кд танца ветра Вместо этого активация способности восстановит Самура 5% хп от максимального Бонусы к скорости передвижения талант сохранил На седьмом пофиксили пылающий клинок Теперь при выборе Мастера Иллюзий копии также наносят урон по области Фантомную боль ослабили на 10% Но зато теперь критические удары Самура по героям будут сокращать кд проекции на 1 секунду А это позволит избегать вражеские способности гораздо чаще А при игре через Мастера Иллюзий так и вовсе можно будет вводить в заблуждение соперников Разводить их и байтить на трату ресурсов по кд Крушащие удары более не дают второй заряд крита Зато талант теперь уменьшает кд на 2 секунды А критические удары по героям увеличивают урон от автоатак Самура на 15% на 4 секунды Эффект стакается до 3 раз То есть ап урона с руки от этого таланта составляет 45% Далее хочу с тобой поделиться небольшим исследованием, которое я провел специально для тебя Получшей синергии между талантами первого и седьмого уровней А точнее пути иллюзий и пути клинка с фантомной болью и крушающими ударами Так как это самые ходовые таланты и не такие ситуативные, как путь ветра на первом и пылающий клинок на седьмом Итак, что же лучшее, с чем брать? Урон в секунду 435 единиц в среднем, если мы взяли путь клинка и фантомную боль Примерно такие же средние значения, если взять путь иллюзий и ту же фантомную боль Путь клинка и крушающие удары выдают 550 единиц урона в секунду А путь иллюзий здесь уже немного проигрывает С крушающими ударами средний урон в секунду колеблется в районе 525 единиц Во-первых, тут сразу видно сильное доминирование крушающих ударов над фантомной болью Во-вторых, нельзя не забывать о том, что путь иллюзий еще надо настакать А путь клинка дает бонусы сразу, да и не только самура, а всем атакующим ту же цель, что и самура Также нельзя забывать, что фантомная боль дает бонус к урону лишь при наличии копии Но это все не возводит от крушающих ударов статус главного таланта на седьмом Тут нельзя забывать о бонусе в виде кд проекции у таланта фантомная боль Правда, путь иллюзий здесь также проигрывает, хоть и урон такой же, как и у пути клинка Но путь клинка повышает частоту критических ударов, а критические удары как раз-таки уменьшают кд проекции Вывод На первом, в 90% случаях рекомендую брать путь клинка Путь ветра остается выбором для остальных 10% ситуации А вот на седьмом руководствоваться собственным стилем игры Теперь переходим к десятому уровню Вихрь клинков КД уменьшено на 85 секунд Урон уменьшен на 9 единиц Время действия уменьшено на 1 секунду Более вихрь не дает неудержимость Но теперь, во время действия, Самура получает 25 единиц брони Несмотря на нерв по урону и время действия, минус тут один Это потеря неудержимости Теперь Самура во время вихря подвержен замедлению и обездвиживанию Анимата и оглушение и страх прерывают действия ульты Что не позволит уйти от вражеского контроля Плюсы здесь два Это новые кд способности в 25 секунд Ее теперь не жалко потратить для быстрой зачистки линии Что позволит быстро защищать линии по всем фронтам А также чаще пользоваться вихрем в сражениях Но теперь будет необходимо тщательно выбирать время для применения И следить за кд вражеских способностей, чтобы не угодить в контроль Но если ульту прервут Не беда, скоро откатится Второй плюс Это 25 единиц брони С которыми не так страшно использовать вихрь на группе противников, как ранее А также в экстренной ситуации этот бонус может спасти жизнь Мастер иллюзий Время восстановления уменьшено с 10 до 8 секунд Зеркальная сталь на 13 теперь уменьшает кд копий на 75 сотых секунды А не на одну целую, как ранее Но это никак не нерв таланта А лишь балансировка ввиду нового кд зеркальных копий Танец смерти на 20 получил прибавку к урону в 5% Дополнили и принцип действия таланта Если самура попадет по вражеским героям вихрем клинков не менее 25 раз Его время восстановления обнуляется То есть копии по-прежнему будут также использовать вихрь Но кд уменьшится, если только самура нанес 25 раз урон Для получения этого бонуса достаточно наносить урон по двум вражеским героям Стиль трех клинков был по-настоящему понерфлен Время существования зеркальной копии уменьшено с 36 до 16 секунд Это на 2 секунды меньше, чем время существования базовой зеркальной копии до реворка Прежде чем поделюсь с тобой одним интересным билдом Хочу сказать, что реворк самура направлен в первую очередь на ослабление героя на макро уровне Что теперь герой не может сильно изматывать соперников и растягивать их по карте При этом его эффективность конкретно в бою никак не пострадала Наоборот, он стал чуть сильнее Внедрение сустейна в танец ветра может показаться каплей в море Но на самом деле это приятный бонус, облегчающий работу хилам И позволяющий самура быть менее зависимым от них От себя хочу порекомендовать следующий билд для всех тех Кому так же как и мне сложно реализовывать мастера иллюзий Путь клинка на первом Единство с ветром на четвертом На седьмом крушающие удары И вихрь клинков на десятом Шикучий на тринадцатом Жестокий ветер на шестнадцатом И на двадцатом странствующий ветер Которые позволят получать чаще бонусы не только от талантов Но и чаще пользоваться новой регенерацией в инвизе Так же в этом билде мы не зависим от копий И всегда можем выдать отличный урон Четвертый уровень всегда будет ситуативным Но считаю именно единство с ветром здесь оптимальным выбором Так как редко встретишь команды Полагающиеся на какой-то один конкретный тип урона А на шестнадцатом можно рассмотреть как альтернативу Это беспощадные удары Если в команде есть аббатур или герой стабильно замедляющий Или просто держащий в контроле приоритетные цели За исключением страха и немоты конечно же Но если ты мейн самура Идеально реализующий мастера иллюзий То обязательно делись своим мнением По данным изменениям И какими талантами ты достигаешь успеха Нравится контент? Ты можешь поддержать мой труд Став спонсором канала А так же поставив лайк этому видео Оставляй несколько комментариев И подписывайся на канал Если ты еще не с нами С тобой был Арго И до встречи в Нексусе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok